Крыса такая, окей! Автомат! Чуваки с автоматами! Ох, какой препод! Ну что? Всем привет, это Метал Фэмили второй сезон! Посмотрим, что ждёт наших героев. Иди! А вот иди! Дима, мою тетрадь с домашка не видел? В слоерском отсеке. А, 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 во, всё, нашёл! Всё, я побежал! Анимация, кстати, изменилась, заметили, да? Улучшилась значительно. А руки тебе на что? Тарзан, хрен! Доброе утро, Виктория! Да, да, доброе утречко, фигутречко. Фигутречко. Яйцо пашот со спаржей и горохом пюре. А бекон? Бекон был вчера. Частое употребление бекона повышает уровень холестерина и ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, а также мозга, что может сказаться на координации памяти и... Ладно, ладно, ладно! Координация, память... ПАМЯТЬ! Очень важно! А что это наша принцесса? Вслед за братиком в школу не бежит, роняя кал? У него сегодня в экскурсии в научной лаборатории в 9 часов вместо первых двух уроков. А уже потом в школу и... Третий урок у вас, кажется... История? Да, все так. Что, мам, память стала подводить? Походу надо завязывать с беконом. Щас будет! А давайте ты сейчас мобилу свою отдашь, посмотрим на что ты там таращишься! Вики, думаю, Дима уже достаточно взрослый, чтобы иметь свои секреты. Понимаешь, о чем я? Хм... Да... Конечно... Конечно... Если жрать не собираешься, пошел вон отсюда. Отлично! Мама вообще... Минуту слушал, а? Подъебщик какой растет! Ха-ха-ха! Есть в кого! Пожалуйста, не толпитесь! Проходите! Сумки не открывать! Посторонние предметы не доставать! Меня зовут доктор Бырх! Я буду вести экскурсию по нашей уникальной лаборатории гнатобитов! Уникально! Ха-ха-ха! Вот она! Она разделена на 4 блока! Вот, вы видите, мы находимся сейчас в первом! Отлично! Никаких нареканий! Тут часто такое случается! Обратите внимание на подопытных крыс слева от вас! На них были применены различные препараты с целью изменения их генетики! Естественно, это не делает их сверхсильными или сверху... Ну-ка! Такое бывает только в фильмах! В реальности они всего лишь приобретают изменения в развитии и потомстве! Естественно, все генетические препараты засекречены! Так что крысы ни при каких обстоятельствах не должны покинуть лабораторию! Извините, а можно вопросик? А что если одна из крыс такая мутирует и типа станет супер умной и додумается как выбраться из клетки? Вот что тогда делать? Это исключено! Чтобы открыть аквариум надо сначала вот так вот открутить трубку подачи воздуха! Затем использовать код на замке... Какой он там? Четыре... Пять... Восемь... Шесть... Кажется три... Потом девять... Крыса такая окей! Затем выдавить крышку и извлечь ее наружу! Как вы понимаете, ни одна вот такая вот крыса не обладает достаточным интеллектом и умственным развитием! А если бы обладала бы лучшей ученицей в вашей школе... О! 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 Тревога! Уровень красный! Хватайте ее! Хватайте! Хватайте! Так... Поймали? Держите ее! Вы что творите? Тут же дети! Все под контролем! Всего лишь небольшая демонстрация! Демонстрация чего? Вы крысу топором зарубили! Того, что все под контролем! Ни одна крыса не способна покинуть эту лабораторию! По крайней мере самостоятельно! Крыса такая! Если какой-нибудь ученик пронес бы крысу через все четыре блока и вышел бы с ней через главный выход! Что, конечно, просто смешно! Эти крысы крайне агрессивны! Даже не думай! Ай! А ну вылезай! Молодой человек! Я что сказал в начале экскурсии? Сумки не открывать! Вынимать посторонние предметы! А у меня тут... Я сказал! Сумки не открывать! Не открывать! У нас тут суровые правила! Потрудитесь их соблюдать в нашем учреждении! Это вам не ноготочки красить! Эх! Ладно! Тогда прежде чем трогать мою сумку, потрудитесь сделать себе маникюр! Вот! Да! Вот! Да! Нифига себе! Топором зарубил крысу! Не забудьте оценить экскурсию в нашем приложении! Да! Сраные рейтинги! Сраные рейтинги! Капс, да! Капс, да! Капс, да! Автомат! Чуваки с автоматами! Да, натворил это дело! И че мне с тобой делать? Это что, одна из тех крыс из лаборатории? Не, это... Не, это моя игрушка! Твою мать! Ну все! Ой, какая прикольная! Может себе ее заберешь? Ого! Ох, какой преп! А ну построились малявки! Сидеть! Сидеть! Смотри, какие глаза здоровые стали! Сегодня у нас 1453 год! Кто скажет мне, чем известен этот год? В мировой истории! Так! Все прям так и тянут руки, я смотрю! Тогда дам вам подсказку! Маленьким варварам! В этом году упала Великая Империя! Которая была домом для таких великих интеллектуалов, как Анна Камнина! Как Камнина! Эта императорская принцесса посвятила свою жизнь философии и истории! А не пялилась на смазливых мальчишек! Диана! Диана! Может, ты нам ответишь, какая империя пала в 1453 году? А-а-а! 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 Изенгард! 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 Какой еще нахрен Изигигард! Изенгард! Наиграет за свои майнкрафты и несут тут всякую ересть! Блин! Подставил! Подставил! Ну давайте восстанавливай репутацию своего отсталого поколения! Византия! Конечно же, Византия! Господи! Может, ты меня еще и порадуешь тем, что скажешь, чем была известна Анна? Если не ошибаюсь, она была одной из первых женщин-историков. Она написала, кажется, Алексиаду. Верно! Только правильно будет сказать, дописала! Она продолжила работу своего мужа Никифора. Мне, кстати, не очень понравилась. По мне эта литературщина какая-то. Не должно быть так написано в историческом произведении. Что за... Что за... Ухьешь твою дивизию! Лови эту хрень! Ах, ты засранец! Иди, она тебе в сумку залезла! Надо его сжечь! Ам, вообще-то это его крыса. Он ее из лаборатории спер и весь день ей хвастается. Весь класс подтвердит. Ам, вот так вот! Кабсда! Каб... Не сейчас Хэви. О! Ди! Тут тебя эта... Школа... Вызывают. По какому поводу? Угу. Да, у нашего историка крыша поехал ему. Всякие твари мерещатся. Хорошо. Ну давай! Да-да, войдите! Так... Ёжики-картошки! Ёжики-картошки! Здрасте! Вам вторую штуку не прокатить, как в первой серии, ну или во второй? Ну, известно, вы недовольны внешним видом и поведением моего сына. Ух ты! Нет! У Дим все нормальные с поведением и с оценками. Прекрасный, спокойный, способный мальчик. Так... Тогда... По какой причине я здесь? Крыса! Крыса? Дим притащил в школу крысу. Не знаю зачем. Так... А, Дим предупреждал, что у вас могут быть галлюцинации. Могу порекомендовать вам отличный препарат. Я бы хотел бы, чтобы это были галлюцинации. Но я видел ее своими глазами. Это была черная крыса с хвостом длиннее своего собственного тела. Судя по тому, как вы ее описали, это Ратус-Ратус. Они не водятся в наших краях. Их вытеснили серые крысы. Не знаю как Ратус, но с Ратус у нее вполне реальный. Она нагадила на мой ботинок. Я больше всего ценю в школе порядок и дисциплину. А Дия этот порядок нарушает. Школа не место для домашних зверьков. И, судя по вашему выражению лица, Вам стоит проверить свой дом на наличии вредителей. На этом все. Не смею вас больше задерживать. А это еще что за хрень? О, это так, на всякий случай. Да. Никогда не знаешь, когда она понадобится. Блин, красавчик уже подготовил. А это что такое? Что за бомба? Войдите. Привет, Ди. Чем занимаешься? Да вот, книги перебираю. Как там историк? Все прошло прекрасно. Мы очень душевно поговорили. Про крысу не говорил? Крысу? Да, он упоминал крысу. А почему ты спросил? Опа! Вот именно. Да, он весь урок от крыс бегал. С классом ржали. Честно говоря, его слова звучали очень убедительно. Опа! Пап, по-моему, я уже достаточно взрослый, чтобы иметь свои секреты. Понимаешь, о чем я? Опа! Да. Да. Ты же помнишь главное правило в нашем доме? Никаких животных в доме. Даже рыб. Заглядывает. Пап, а что ты делаешь? Ничего! НЕЧЕГО! Да, долго прятать тебя не получится. Придется тебе свалить. Крыс любишь, да? Там сейчас кому-нибудь пошлет. Да. Кажется, это твой последний шанс. Обожаю! Везунчик. Надеюсь, ты не сильно воняешь. Во-во. Прекрасная серия. Как же он прекрасно спас крысу и все такое. Блин, очень здорово. Если вам понравилось, то смотрим дальше. Всем спасибо, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok